Друзья, всем добрый вечер, в эфире Абакан 24, вечерний эфир в студии Ксения Майер. Ближайшие два часа проведем вместе с вами. Надеюсь, вам будет интересно, познавательно, быть может узнаете что-то новое. Ну, в первом часе у нас в гостях уже знакомое вам лицо. Не один раз эта девушка была у нас в студии, рассказывала о своей деятельности. В этот раз мы представим ее как победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года 2024». Надеюсь, ни в чем не ошиблась. Если ошиблась, поправьте. Анна Борисова у нас сегодня в гостях. Анна, здравствуйте. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам, во-первых. Во-вторых, поздравляем вас всем сердцем и душой. Не было вообще сомнений, как вы знаете, я вас вообще заранее на несколько дней или на день поздравила с победой. Потому что, ну, просто действительно не было почему-то сомнений, что именно вы станете обладателем... Чего обладателем? Вот вы сегодня нам расскажете. Регионального пеликанчика. Регионального пеликанчика. Здорово. Сегодня будем говорить вообще, в принципе, обо всех этапах этого конкурса. О том, как Анна шла к вот именно этому этапу. Ну, насколько это было сложно эмоционально. Насколько это было сложно, ну, все-таки физически. В том плане, что никто в это время от работы не отстраняет во время конкурса. И все-таки приходится и учить детей. И в то же время готовиться, придумывать какие-то новые фишки. Что-то интересное, классное. В общем, будем разговаривать сегодня с Анной. 22-41-18. Телефон нашей студии. Если у вас возникнут какие-то вопросы, поздравления, пожелания, обязательно звоните по этому номеру телефона. Кроме того, чат YouTube доступен для вас. Можете написать ваше сообщение туда. И, конечно же, по номеру телефона, который вы видите прямо сейчас на бегущей строке на экране, можете писать в наши мессенджеры все, которые доступны по этому номеру телефона. Точно так же свои вопросы, поздравления, пожелания, наставления, может быть, если смотрят сегодня нас старшие коллеги Анны Борисовны. В общем, приступим к разговору, скажем так. Я предлагаю вам вспомнить. Вот таки давненько вы были у нас на эфире. Еще когда был известен итог городского этапа конкурса. Расскажите нам, пожалуйста, с самого-самого начала. С чего зарождался этот конкурс? С чего вы вдруг решили в нем поучаствовать? Думаю, историю конкурса мы поднимать не будем. Да, конечно. Про зарождение конкурса сказать. Ваш ход. У меня была потребность, наверное, в какой-то степени уже поделиться накопившимся опытом, потому что 8 лет преподавания в школе – это уже и наработанные методики, и стратегии преподавания. Я подумала как раз вот в этом году, почему бы не поделиться. И вот с этой мыслью решила принять участие в конкурсе «Учитель года». Как вы помните, да, сначала это был действительно муниципальный этап. Конкретно в этом конкурсе вы впервые принимаете участие, правильно? Да, конечно. Но мы знаем прекрасно, что у вас до этого было множество конкурсов, и вы в том числе приходили к нам на эфир в другую студию, рассказывали, должны были ехать тогда в Москву, если я не ошибаюсь. По-моему, ездили. Очень много практик у вас своих, каких-то интересных, новых стоит отметить. Я сразу не сказала, Анна Борисовна является учителем истории и общества знаний. Именно вот в этой сфере вы развиваете свое, скажем так, искусство преподавания. Но по-другому это не назовешь. Да, и вот у меня есть еще блог, он называется «Анна Ниуановна», и, собственно, он так называется, потому что всегда немножко путают мое отчество. И не Анна Борисовна, и Анна Васильевна. Анна Васильевна Борисова, извините, пожалуйста. Еще страшно, у меня дети тоже постоянно путаются. Это нормально, когда отчество и фамилия созвучны. Вот так и зародилось, собственно, название моего блога. Я в девичестве Ивановой была всегда Анной Ивановной. Поэтому вот такое название блога своего и придумала. Что касается различий, да, «Учитель года» и других каких-то конкурсов, здесь колоссальное различие на самом деле, потому что именно «Учитель года» для меня стал той вершиной, которую мне очень захотелось покорить, потому что недаром это главный конкурс в учительской именно среде, потому что если все предыдущие конкурсы – это про разные компетентности, преподавательские, управленческие, лидерские, то «Учитель года» – это прежде всего про методики преподавания, про педагогику и про тебя как про учителя прежде всего. Ну и в том числе и обмен опытом. Конечно. Потому что сколько было конкурсантов, я уже сейчас, честно говоря, не вспомню с первого этапа. На муниципальном этапе это было, если не ошибаюсь, 13 человек. О, нет, 16 человек. На региональном этапе это 13 человек. То есть правильно мы понимаем, что муниципальный этап, ну это в принципе участвуют все педагоги, ну не все, а кто изъявил желание из нашего города, это региональный этап. Там отборы, да. Да, региональный этап – это уже все, кто заявился также на свои мини, скажем так, муниципальные сельские этапы у себя. Муниципалитет. Муниципалитет, все верно. Ну, слушайте, здорово. И расскажите, пожалуйста, вот первый этап, муниципальный, как он для вас проходил, было ли сложно, как готовились. Ну все-таки, как я и сказала сегодня, да, в самом начале, это, на мой взгляд, тяжело не только морально, но что все-таки есть конкуренция, несмотря на то, что это коллеги, но хочется выиграть каждому наверняка. И плюс ко всему, ну, работа, да. Ну, конечно, это в любом случае конкурс, где конкурс, там конкуренция, где конкуренция, там напряжение эмоциональное, само собой. И здесь прежде всего хочется сказать, что, наверное, самое главное – это моя команда, с которой я готовилась. Я очень благодарна. Это и зауч моей школы Полеву Ольга Иннокентина, и учитель физики-информатики Роговский Роман Владленович. И я очень благодарна своим коллегам, всем, кто меня поддерживал. Это действительно слаженная работа, начиная от того, что директор тоже помогал, Степанчук Николай Николаевич, очень эмоционально и поддерживал всегда. Это заканчивая тем, что мы с учителями трудов искали шляпу Фридриха, искали какие-то специальные украшения для моего образа уже на оригинальном этапе. И действительно, это огромная слаженная работа команды. И поэтому подготовка к конкурсу – это не только про креативность, не только про работу, про обобщение опыта. Это еще и про именно работу в коллективе, и взаимоотношения в коллективе. А были ли какие-то сложности, быть может, с которыми вы столкнулись? Конечно, конечно. Это 100%. Я бы сказала так, что вот мой первый урок конкурсный сценарий, который я разрабатывала, и десятая его редакция – это абсолютно два разных урока. Действительно, каждый раз была проделана гигантская работа по поиску, анализу, переработке информации. И самое главное – по тому, как эту информацию качественно и эффективно упаковать так, чтобы твой урок был не твоим звездным часом, а чтобы он был звездным часом твоих ребят, которых ты учишь и на которых ты показываешь этот урок. Поэтому это очень-очень колоссальная, на самом деле, работа. И все коллеги через это прошли, все, кто участвовал в конкурсе. И здесь можете спросить у любого, да, учителя, кто в этом году участвовал, учителей года, что это действительно обобщение опыта и серьезная методическая работа предварительная. А вы говорите, вот прошло редактуру, мы просто так интересны маленькие подробности, прошло редактуру вашу собственную, или комиссия тоже как-то принимала в этом участие? Нет, это, я имею в виду, как раз работа в команде. Я редактировала, переделывала, обсуждала с коллегами. Мы где-то могли отсмотреть кусочки, где-то целиком. Конечно, Завыч опять у Поли Ольги Накетевны очень помогала в этом плане с методической стороны. Я из-за этого вообще безумно благодарна. И я скажу, что учитель года прокачал мои навыки выстраивания уроков. И я получила то, что хотела, на самом деле, вот эти умения и повышение своих профессиональных компетенций. И не было никаких комиссий, да, то есть редактура была моя. И, собственно, помощь от коллег по отсмотру, критике и внесению каких-то идей. Это все нужно было учитывать, где-то что-то отметать наоборот, где-то настоять на своем. В общем, мозг постоянно кипел, работал в течение двух месяцев, поэтому, я думаю, еще не один день я буду отходить после такого напряжения. Ну, состоялось награждение регионального этапа совсем недавно, в пятницу, да, минуту, если не ошибаюсь. Я все-таки предлагаю пока что, раз уж мы начали с муниципального этапа, из самого начала посмотреть, как проходил финал муниципального этапа. Потом вернемся к разговору, немножко поговорим о том, как проходила подготовка уже к более высокому, скажем так, уровню, более другой конкуренции, и что ждает вас впереди. Давайте, пожалуйста, посмотрим сюжет, вернемся в студию буквально через пару минут. Ежегодный праздник мастерства и вдохновения. Учитель года – конкурс с многолетней яркой историей. Главная награда Всероссийского конкурса «Хрустальный пеликан» в 2002 году была завоевана Дмитрием Тодышевым. Сегодня он в составе конкурсного жюри, а более 20 лет назад работал учителем географии в Абаканской школе номер 30. Сейчас это образовательное учреждение возглавляет победитель конкурса 2022 года Андрей Калаухов, на всероссийском этапе вошедший в число 15 лучших педагогов страны. Учитель года – конкурс ярких, талантливых, молодых, трудолюбивых и целеустремленных. В этом году половина из них – педагоги начальных классов. Для меня в конкурсе в первую очередь это не соревнования, а совместная творческая деятельность. Для меня очень важной стала поддержка от моей команды в школе, от моих коллег, от администрации, от моих учеников. Очень большая поддержка. И вот это ощущение совместного сотворения чего-то нового, процесс какой-то постоянной мыслительной деятельности – для меня именно это важно в данном мероприятии. Это точно все взвешено, это все уже изнутри, со всех сторон осмотрено. Это профессия, это направление в этой профессии, начальное образование. То есть это мое призвание. Конкурс вас обогатил профессионально? Конечно. Я участвую второй год в этом конкурсе. По некоторым причинам пришлось сойти с дистанции в прошлом году. И сейчас я вернулся, чтобы пройти от начала до конца и самому себе доказать, посмотреть, что я могу, каких результатов добиться. Если педагог начальных классов мужчина – это скорее редкость, то ученическое жюри на конкурсе «Учитель года» уже добрая традиция. Именно старшеклассники сегодня оценивали испытание «Вопрос учителю года». Оно стало финальным, четвертым. А позади мастер-класс, разговор со школьниками и, конечно, урок. Высокой оценки ребят и специального диплома в номинации «Ученическое признание» удостоена Анна Борисова, учитель истории и общества знаний школы номер 9. В отношении этого педагога профессиональное и ученическое жюри были единогласны. Именно она стала победителем городского конкурса «Учитель года». Учитель истории и общества знаний школы номер 9 Анна Васильевна Борисова. Учитель – профессия птица. Вряд ли труднее сыскать, с какой другой сравниться, ребячьи сердца зажигать. Учителя – это именно вы ведете детей, наших самых маленьких, от детства к юности, учите их летать и мечтать, ставите на крыло и открываете для них широты горизонтов. А горизонт возможностей в России просто сейчас уже, наверное, необъятен. Я очень люблю конкурсные движения. Они дают возможность, во-первых, провести фундаментальную рефлексию. Ты поднимаешь весь свой богатый багаж опыта за много лет преподавательской практики и выдергиваешь оттуда самые лучшие методики. Поэтому для меня участие в конкурсе – это всегда возможность усовершенствовать свои методики, технологии и получить, конечно, богатый опыт от своих коллег. Второе место в муниципальном конкурсе завоевала Алиса Григорьевна, педагог начальных классов школы номер 11, а третье – учитель иностранного языка 31-й школы Светлана Фудорожкова. У призеров конкурсное волнение позади, а победитель Анна Борисова будет представлять Абакан на региональном этапе конкурса. В общем, вот так шумно, насыщенно, разнообразно прошел муниципальный этап для вас, и вы узнали, что вы победитель. Вы тут же сидели у нас в студии, уже делились своими эмоциями, делились. Ну, конечно, была усталость, все равно понятно, потому что столько подготовки. Тут вообще никто, мне кажется, не будет оспаривать, что там момент усталости просто огромный. И тем не менее, ну, наверняка же сразу же началась подготовка к региональному этапу. Сколько у вас было времени, и как вот эта вот подготовка проходила? Да, на самом деле, фактически сразу, потому что раз члены жюри выбрали меня представлять город, муниципалитет, я не могла уже их подвести. И, конечно, городское управление образования возложило на меня такую серьезную ответственность представлять в этом году город на региональном этапе. Поэтому на самом деле подготовка началась на следующий день. То есть я уже начала думать о том, какие можно еще интересные приемы внедрить в твой конкурсный урок. Стала заниматься съемкой визитки, потому что это тоже было предварительное испытание на региональном этапе. Вот, то есть активно уже погрузилась с командой непосредственно в подготовку к региональному этапу. Ваш конкурсный урок на региональном этапе. Что это было, о чем, про что? Тема у меня попалась, на самом деле, потрясающая, в отличие от муниципального. Попалась? То есть вы выбирали как-то тем? Нет, нет. В школах идет преподавание по календарно-тематическому планированию. Соответственно, нас поставили уже перед фактом участников, какие темы мы должны разработать на конкурсный урок. И, собственно, по КТП вот этому мне попалась тема искусства, художественная культура второй половины XIX века. Так как я человек, который очень любит искусство, культуру, картины, скульптуру, архитектуру, я была рада, но у меня была другая проблема, как теперь весь спектр вот этих своих эмоций, знаний запаковать всего в 35 минут конкурсного урока, так, чтобы и ребят всех успеть охватить за это время, еще и все этапы урока по федеральным образовательным стандартам соблюсти. Так что вот, в этом, наверное, была тоже сложность. Ну, конечно, понятно, что в школе, я, честно говоря, не знаю, как бы вы провели этот урок, уделили бы ему такое внимание, да, заостренное, но тем не менее на конкурсе все-таки нужно было продемонстрировать, показать себя во всей красе, скажем так, какими фишечками пользовались. В любом случае, учитель года – это конкурс, и к нему нужно подходить ответственно, и, конечно, пытаться в любом случае немножко дать этого шоу, немножко показать все, чем ты овладел за годы преподавания, и при этом не переборщить. Вот я вообще сторонник того, что просто накидать кучу техник и приемов в занятия – это не самый удачный вариант. И, конечно, любой хороший урок должен выстраиваться на какой-то идее, на какой-то ценности, на какой-то важной смысловой составляющей. И вот у меня смысловая составляющая моего занятия заключалась в том, что ребята в процессе прохождения интерактивного музея, в процессе общения с портретами оживших исторических деятелей, узнавали больше о искусстве второй половины XIX века, и самое главное – учились понимать мотивы, которые лежали в основе деятелей культуры второй половины XIX века, ведь это период расцвета патриотических настроений, возвращения к истокам, когда в архитектуре преобладал, например, стиль эклектика, и издания второй половины XIX века становились похожи на тюрема XVII столетия. И мне показалось, что я достигла того эффекта, потому что в конце ребята абсолютно точно сформулировали все эти ценности, идеи, и смогли достичь поставленных в начале занятия целей. Скажите, пожалуйста, технически вы вот так описываете, это все очень интересно, технически как это воплощалось вообще, при помощи чего? Мне очень помогал, конечно, мой учитель, не мой учитель, а учитель, работающий со мной, мой коллега Роговский, Роман Владленович, за что ему огромное спасибо. Я к нему приходила с идеями, просила помочь мне найти нужные нейросети, помочь где-то даже обработать видео, чтобы это было качественно, потому что, само собой, конкурсный урок должен быть выверен до каждой минутки. И мы порой трудились над одним портретом несколько часов, или над одной комнатой интерактивного музея мы могли трудиться всю ночь, допустим, в формате онлайн, да, общаться при этом. И это действительно предварительно очень колоссальный труд, потому что технически, на мой взгляд, проделана действительно очень качественная предварительная работа. Ну, хотя бы за такой огромный проделанный фронт работ уже можно давать победу, скажем так, в региональном этапе, потому что, ну, все равно нейросети для... Кстати, вот как-то, я, честно говоря, уже не вспомню это время, но в социальных сетях вы мне начали попадаться именно вот из вот этой вот темы использования нейросетей. Почему-то это везде-везде было, и многие, ну, как многие наши вот местные, да, каналы, и не только ТВ-каналы, но еще и вот какие-то такие паблики, что-то где-то кто-то хватал. Так интересно было слушать, и, если честно, для меня, для меня долго, по крайней мере, до вашего первого визита к нам на эфир не доходило как-то в учительскую деятельность ввязать вот эти вот все нейросети. Это же все так сложно, к тому же вы не учитель информатики, в конце концов. Ну, современные условия таковы, что все мы немножко уже учителя информатики, и, на самом деле, искусственный интеллект, он постепенно, плотненько входит в образовательный процесс. В конце концов, и сферу, и колонки умные Алиса, и Маруся активно используются преподавателями, и это уже повсеместный факт, этим уже никого не удивишь. Многие преподаватели используют искусственный интеллект для создания заданий, которые позволяют проверить знания ребят и не дают возможности списать. Искусственный интеллект позволяет создавать сценарии уроков, вариативные разные, придумывать задания. И, в конце концов, визуализацию позволяет сделать более качественную, более живую, интересную. Поэтому я, наверное, еще потому, что я ребенок 90-х, и у моих родителей было огромное количество научной фантастики, и я в детстве ее зачитывала до дыр, обожала, и работы Герберта Уэллса, и Беляева Александра, и многих других. И поэтому к какой-то степени немного всегда у меня был интерес к искусственному интеллекту, к будущему, к технологиям. Может быть, еще на этом вот завязан. И тем не менее, вот то, что вы рассказали, да, подготовка к уроку, ну, огромный, вот как я уже сказала, фронт работ проделанный. Вы можете сказать, что это те самые трудности, с которыми вы столкнулись именно на региональном этапе? Или было что-то еще? Нет, безусловно. Огромное количество дополнительной работы, и порой, конечно, мои собственные дети недополучали внимания, и, соответственно, я переживала, да, на этот счет. Вот, плюс приходилось иногда снимать меня с уроков, заменять другим педагогом, и мои ученики ждали, когда уже наконец-то Анна Васильевна вернется на уроки, и они вот меня радостно всю эту неделю встречали, соскучились. И, конечно, много сопутствующих проблем, да, включая там, опять же, технические, потому что порой не всегда удавалось соотнести ожидания техники и тот реальный результат, который ты получал. Поэтому все это приходилось преодолевать по мере каждого, наступления каждого последующего этапа, делать рефлексию над предыдущим, совершенствоваться и доводить все до идеала. Я предлагаю вернуться еще раз к тому дню, когда вас награждали и когда вы узнали, что вы являетесь победителем. Это было в минувшую пятницу, друзья. Давайте посмотрим буквально две минуты, вернемся в студию и продолжим наш разговор. Месяцы подготовки, открытые уроки, конкурсное выступление, признание в своем городе. Каждый из педагогов на сцене победитель конкурса города или района. Из 14 лучших сформировалась пятерка финалистов, каждый из которых талантливый, увлеченный, влюбленный в свой предмет педагог. Конкурсу «Учитель года 35 лет». Более 20 лет назад Дмитрий Тодышев привез в Абакан главную награду этого конкурса – «Хрустального пеликана». Весной 2022-го в финале республиканскую столицу представлял учитель английского языка, тогда еще первая абаканская школа, а сейчас уже директор 30-е Андрей Калаухов. Осенью того же года он вошел в число 15 лучших педагогов России. Очень важно учителям участвовать в педагогических конкурсах для того, чтобы поднять свой педагогический уровень, свой профессиональный уровень на новую планку. Каждый год участники всегда уникальны, у них всегда какие-то свои наработки, какой-то свой опыт, который они презентуют, показывают, свои какие-то необычные методики, которые они пытаются показать, как они работают на детях. Поэтому сложно кого-то выделить, потому что у каждого учителя есть своя изюминка, своя фишка, которую он хорошо использует, уже умеет и знает, как ее воплотить в реальность при работе с реальными детьми. В составе конкурсного жюри представители Министерства, именитые педагоги в разные годы побеждавшие в этом конкурсе и даже ученики. Уже не первый год в республиканском этапе конкурса есть ученическое жюри. После презентации, которую представляет финалист, им задают вопросы и дети, и взрослые. Все это позволяет увидеть личность учителя, оценить его профессиональные качества. В итоге первое место у абаканского педагога. Участие в конкурсе «Учитель года» дает прежде всего очень мощный толчок для своего собственного развития. Ты начинаешь рефлексировать о своей деятельности, ты выискиваешь лучшие методики, ты применяешь их, пробуешь в новых абсолютно для тебя неизведанных ситуациях, что-то отметаешь, что-то принимаешь. Я поняла, что я очень работоспособный педагог, что я могу обучаться, и то, что я могу принимать критику, адекватно воспринимать ее и совершенствовать свои подходы, свои методики. Для меня это очень ценно. Всероссийский конкурс «Учитель года», в котором Анна Борисова будет представлять нашу республику, пройдет в конце сентября в Москве. Возвращаемся в студию, друзья. Для тех, кто только к нам присоединился, быть может, и кто смотрит нас, напоминаю, что в гостях у нас сегодня Анна Борисова, победителя регионального этапа конкурса «Учитель года-2024». Сегодня мы говорим с Анной о том, как дались эти этапы. Да, помню, до этого был муниципальный, тоже довольно сложный такой, в несколько подэтапов, назовем их так, подпунктов. Было тяжело, было нелегко, но тем не менее, вот первые эмоции, когда вы узнали, что среди всех конкурсантов, вы сказали, по-моему, 16 или 19? Там был отборочный этап, визитки мы показывали, а непосредственно уже на сцене это 6 человек, если мы берем муниципальный этап. Если мы берем региональный этап, там изначально 13 человек, а на сцене уже 5 финалистов. Вот изначально из 13 человек вы узнали, что именно вы... Ну там какие эмоции? Надо работать дальше, вот и вся эмоция. И ты начинаешь уже готовиться к следующим этапам, постепенно преодолевая трудности. Конечно, было очень радостно узнать, что твои первые, так скажем, вложения, они дали результат, и ты стал двигаться дальше. Ну радость все-таки немножко. Было место среди всей усталости и желания пойти уже домой? Нет, конечно. В любом случае, само собой, каждый раз это огромная эйфория, потому что когда усилия дают результат, тогда мы получаем колоссальный спектр от их эмоций, это ведь приятно осознавать, что ты не просто так трудился, не просто так вкладывался, и не просто так за тебя переживала твоя команда поддержки. Расскажите, пожалуйста, что впереди теперь предстоит, к чему вы готовитесь сейчас? Это же еще более серьезный и, наверное, такой волнительный. Да, впереди это уже федеральный этап, он пройдет в Саратове, потому что прошлый учитель года, 2023 года, родом из этого города, он, кстати, работает в школе при иранском посольстве, в Тегеране, ну вот решили там не проводить федеральный этап, да, решили провести его в школе, где, извиняюсь, в городе, где он родился, в Саратове. И уже сейчас я начинаю думать о визитке, там первый этап отборочный, так скажем, который приносит тоже баллы, это визитка, уже начинаю продумывать, какие-то фишки, идеи накидывать, пока только все в формате размышлений, то есть приходит идея, я ее записала, потом вернусь, конечно, к ней. Ну, можете чуть-чуть хотя бы поделиться немножко, что надумали, может быть, уже придумали какой-то, ну, все равно, опять же, по календару, математическому планированию. Нет, что касается урока, разговоров, там, о какой-то важной теме, здесь я вообще и пока не думаю, потому что ничего не известно, и известно станет, скорее всего, только в сентябре. Только в сентябре. Сам конкурс когда? Сам, ну, как правило, проходит в конце сентября, в октябре. То есть особенность учителя года в том, что в короткий срок тебе нужно выжать действительно хороший, качественный результат. Раньше как бы не получится. Переживаете? Да, в принципе, нет, потому что я не вижу смысла переживать. Ты уже получаешь удовольствие, это уже действительно стало своего рода праздником, это своего рода выход из зоны комфорта. Мне нравятся такие условия, мне нравится прокачиваться в разных своих каких-то компетентностях, нравится принимать опыт у коллег, поэтому здесь нет места переживаний, здесь место ожиданиям, да, каким-то, опять же, может быть, какой-то эмоциональный, да, такой настрой на то, чтобы получить заряд позитивный, прежде всего, энергия, того, что будет происходить дальше. Ну, в общем, подготовка предстоит, конечно, опять же, я думаю, наисложнейшая, но тем не менее, на это хотя бы есть гораздо больше времени, чем между мыслями. Конечно, и у меня прекрасная команда, я также надеюсь на помощь и коллег, и поддержку городского управления образования, поэтому бесспорно, я уверена, что у нас все получится, и мы достойно 100% представим регион на федеральном уровне. И в следующий раз Всероссийский этап Учителя Года будет проходить в Абакане, на родине победителя этого этапа конкурса. Хотелось бы глянуть. Ну, будем, да, будем верить, будем надеяться, будем провожать вас, конечно же, на этот Всероссийский этап. Расскажите, пожалуйста, еще вы как член ассоциации или руководитель, вот если честно, я не припомню, молодых педагогов. Я председатель ассоциации молодых педагогов, да, лидер, получается, команды молодых педагогов. А что рассказать? Рассказать, да, нет, не совсем, чем вы занимаетесь, я думаю, чем вы занимаетесь, мы с вами уже об этом очень подробно разговаривали. Если я не ошибаюсь, весной же вы также проводите молодой Учитель Года. Все правильно, вот в пятницу будет финал республиканского конкурса «Молодой учитель». У нас там шесть прекрасных финалистов, в том числе один по результатам онлайн-голосования в нашей группе ВКонтакте, ассоциации молодых педагогов. И хочу сказать, что очень в этом году был большой охват, и участие приняло 36 человек в отборочном этапе. Это действительно очень большая такая заявочная кампания. Конкурс вообще мы проводим под гидой, так скажем, Министерства образования и науки республики Хакасия при колоссальной поддержке Хакасского института развития образования и повышения квалификации. Собственно, финал в пятницу пройдет на базе Хакира. Так что всех желающих я приглашаю прийти, поддержать молодых коллег и, конечно, насладиться их мастер-классами. Так, расскажите, пожалуйста, кто в этом всем параде принимает, представляет точнее Абакан из всех республиканских? Ну, в смысле, кто из Абакана, какие педагоги, какие школы, может быть, качественные? Ой, я вам сейчас не вспомню это. То есть нужно открыть список, у нас все опубликовано. Знаю, что там учитель физкультуры из 31-й школы вышел. Интересно, кстати, учитель физкультуры. Да, да, вот. И, по-моему, из Абакана еще учитель начальных классов из 29-й школы. Ну, я могу ошибаться, нужно список открыть, он опубликован. Там и фамилии, и предметы, и школы, которые они представляют. И, конечно, да, я думаю, что интересно посмотреть, особенно, вот мне тоже интересно, учитель физкультуры, да, всегда приковывает особое внимание, потому что все мы помним физкультуру свою, да, в школе. Интересно, а что может интересного, такого необычного, креативного показать педагог физкультуры? И стоит сказать, кстати, что на Учителе года, когда нас, конкурсантов, спрашивали, а если бы вы не были учителями вашего предмета, то какой вы бы хотели вести предмет? У нас почти все сказали, что хотели бы быть учителями физкультуры. И вы тоже? Да. Почему? Да, особенно. Я очень люблю бег. Я люблю бегать по горам, по нашим холмам, по нашим красивым местам. Обожаю вот бегать по Кунтагу, где-нибудь в районе Самохвала. Очень люблю пейзажи Хакасии и вдохновляюсь. Ергаки, Борос, спорт все равно всегда рука об руку со мной. С детства у меня оба родители учителя. Папа учитель физкультуры. Наверное, вот как-то вложил в меня и любовь к спорту, так или иначе. Ну да, действительно, очень интересно, какие практики продемонстрирует учитель физкультуры. И, ну, то есть, так или иначе, я думаю, наша съемочная группа бывает на этом событии, потому что в прошлом году, по крайней мере, освещали, точно помню. Ну, расскажите хотя бы, у нас еще вот есть с вами время. Сильно мучаете? Какие вообще задания для них? Ну, то есть, что там визит? Нет, по положению, предварительно нужно было коллегам снять 15 минут воспитательного события и 15 минут от урока. Обычный критерий, обычный лист критериальный. Несколько членов жюри у нас приходилось на этот лист оценочный. Это и сотрудники института, и сотрудники министерства, и члены ассоциации молодых педагогов, наставники-просветители Хакасии. Так что оценка проводилась полностью объективно. Нужно было просто попасть в эти критерии, они доступны в положении. И, конечно, наверное, опять проблема многих участников состояла в технической части. Не все смогли элементарно даже загрузить на необходимый хостинг свои видео. У кого-то не открывались ссылки. И, соответственно, вот мы опять возвращаемся к тому, что повышение вот ИКТ-компетентности, то есть повышение умения работать с компьютером, информационная грамотность, умение работать с тем же искусственным интеллектом, все-таки сейчас является тоже таким важным навыком учителя, потому что даже в конкурсах требуется владение этими всеми техническими приемами, и без них, к сожалению, порой даже нельзя пройти вот этот отборочный этап. Так что снова замыкаемся на технике, так скажем. Да, надо, надо, надо повышать квалификацию, учиться, учиться у учителей своих инфраструктуры хотя бы. Учителя всегда учатся. А как вы сами считаете, конкурсы для педагогов, они важны? Или все-таки есть момент вот этого отвлекания от основной работы? И так ее немало. Знаете, я думаю, каждому свое. Вот у нас в школе есть потрясающая учитель-история, она вообще не любит конкурсы, она у них не участвует. Но при этом, когда закрывается дверь, в ее кабинете начинает происходить настоящая магия. У нее ребята сдают потрясающие тоже экзамены. И здесь только стоит восхищаться, опять же, ее мастерством. Для кого-то напротив конкурса это возможность выйти из зоны комфорта, сохранить какой-то свой эмоциональный, опять же, интеллект, каким-то образом повысить свои навыки, знания, умения. Поэтому здесь все индивидуально. Я лично всегда за то, чтобы, особенно молодые педагоги, у которых много энергии, которые стремятся к успешности, которые хотят проявить себя, чтобы они смело шли в конкурсы, участвовали. Ну, не получится первый раз, получится второй обязательно. Здесь всегда, да, закон диалектики. Количество рано или поздно переходит в качество в любом случае. Ну, а как вы считаете, что самое главное-то во всех этих, даже не конкурсах, а вот решился молодой педагог, ну, возьмем, да, совсем недавно, там, работает в школе и так далее, решился перенять участие в своем, там, первом конкурсе каком-то. Как вы считаете, что самое для него важное во всем вот этом? Помнить о том, для кого ты это делаешь. Помнить, что в центре всего, что происходит с тобой, в том числе и в центре участия в твоих конкурсах, всегда находится ученик. С его образовательными потребностями, с его особенностями, с его индивидуальностью. И я уверена, что успех в любом конкурсе, он сопутствует только тем, кто в центр своей деятельности ставит ученика, прежде всего. Но поддержка важна. Обязательно. Я об этом говорю сегодня по весь эфир, что без поддержки, без поддержки твоих ребят. Мне они очень помогли на Учители года. Мы снимали блог с ребятами, мы и записывали интерактивные задания залу, и поддержка учеников, коллег. Это, безусловно, важный фактор для участия в масштабных и сложных конкурсах. Поделитесь, пожалуйста, две минутки у нас остается своими планами. Может быть, вы уже наметили какие-нибудь конкурсы для себя новые, куда хотите окунуться, или пока готовы? У меня сейчас учитель года. Я скажу, что я участвую в региональном этапе. Многими мероприятиями пожертвовала. Меня приглашали в Центр знаний МАШУК выступать в качестве спикера и другие разные мероприятия. Я от всего отказывалась, полностью сосредоточившись только на Учителе года. И также сейчас планирую продолжать, потому что концентрация внимания, надеюсь, приведет в итоге к хорошему результату. Ну а лето-то как проведете? Лето нужно отдыхать с семьей. Буду комбинировать. Наверное, в этом тоже залог успеха. Уметь вовремя отключаться, когда ты находишься с семьей, находиться с семьей. Когда ты на работе, конечно, нужно концентрироваться на рабочих задачах. Поэтому летом буду, наконец, уделять больше внимания своим сыновьям, своему мужу. Обязательно хочу летом куда-нибудь съездить с семьей, отдохнуть и эмоционально разрядиться для того, чтобы потом с головой кулцев-подготовки. И побегать. И побег. Бег обязательно всегда. Анна Борисова, учитель года 2024. Победитель регионального этапа этого замечательного конкурса. Сегодня была у нас в гостях, друзья. Анна Васильевна, большое спасибо, что пришли сегодня. Порадовали нас своим присутствием. С вами всегда интересно, честно говорю. Друзья, вам большое спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам тоже было интересно. Не переключайтесь. В следующем часе поговорим на не менее интересную тему. В общем-то, оставайтесь с нами. Анна, вам удачи. Спасибо большое. Вам прекрасного лета в спорте. Всех достижений. Да, быстрее. Ветро скоро, кстати, принимаете? Да. Каждый год. Прекрасно. Еще принимайте участие в таком классном конкурсе. В общем, друзья, увидимся в следующем часе. Вам до свидания. Вам до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok